Построить ФАП на селе – это еще полдела. Пойди поищи кадры и, наконец, самое сложное – обеспечь эти кадры жильем. В селе Доронинское у Летовского района вопрос с поисками и того, и другого был поднят еще в 2019-м, как только в эксплуатацию был сдан новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Фельдшер у нас появилась в этом году, работает она 3 месяца. Обучали мы ее 2 года, вот она закончила в этом году, благополучно сдала экзамены. ФАП мы построили еще в апреле. Все готово для полноценной медицинской деятельности. Населенный пункт здесь довольно крупный. Очень рада, что наконец-то у нас появился медицинский работник, и медицинская помощь будет оказываться на должном уровне. Вместо медицинской помощи потребовалась первоначальная помощь с поиском подходящего жилья. По техническому заданию конкурса на покупку оно должно быть в первую очередь благоустроенным, капитальным и пригодным для срочного заселения. Новое жилье, которое поступает в оперативное управление уже районной больницы, в котором будет проживать медицинский кадр, соответствовало всем требованиям максимально, которые есть на территории данного населенного пункта, чтобы оно было капитального строительства, максимально средней площади, обустроено соответствующим отоплением, инфраструктурой, электроснабжением, имело косметический ремонт, ну и отвечало требованиям, скажем так, завози мебель и жили. Вместе с мебелью фельдшер Марина Дорошкевич из соседнего села Орта планирует перевезти сюда и свое хозяйство. Двух коров, уток, кур и кроликов. В доме по ее просьбе заменили старые окна, остальное своими силами. Местная администрация и районная больница обещали помочь с переездом. Вопросы уюта Марина берет уже на себя. Главное, говорит, чтобы мы в доме было тепло, остальное дело наживное. В Чите уволилась, собрала свои вещи и приехала жить в деревне. Вот устроилась работать в Гусулетовскую ЦРБ и предложила пойти учиться на фельдшера. Получила сейчас свой ФАП и меня все устраивает. Мне нравится работать на данном ФАПе, потому что, ну как вам сказать, новый ФАП модульный, новое оборудование, все есть, обеспечение хорошее. То есть, как бы, работать там одно удовольствие. Впечатления пока создаются неплохие, но работы еще много по данному дому. Надо будет много что подделать, под меня, для себя. Но заезжать будем. Буквально на следующей неделе начну уже переезжать сюда. Сейчас вот мы запустили печки, запустили кочегарку. Все это протопится, дом нагреется и можно будет перевозить вещи. Начиная с прошлого года, для медицинских работников Забайкалья по программе социального развития центров экономического роста приобретено уже 107 квартир.